Фундамент, монолитная плита Двухэтажный дом Трактор под песчаную подушку делает основание 50 в глубину делает Потом проложим геотекстиль туда и песок будет спать Сразу этот грунт с пользой будем сюда перемещать в эту низину Вроде заканчиваем И все, с котлованом все отбили диагонали Сегодня пятница и светиться наверное уже не будем больше Так что все Вот высоты Объем сейчас Накидываем слоями Трамбуем Подняли слой Третий слой уже Третий слой потом трамбуем Вливаю Трамбовать закончили Подушку протрамбовали Выставили опалубку Сейчас будем принимать арматуру Арматура подошла Слабенький какой-то После трамбовки застелили такую меморану Гидрой замок Вот так она выглядит Все выводы вода, канализация, электричество Начинаем ввязать арматуру Шаг 20 на 20 с ячейкой Это палок и отступаем 2-2,5 сантиметра Нижний защитный слой 4 сантиметра Каркасы связали Куда сейчас нужно ввязать пространственный каркас Вот так эта тема выглядит На сплита рассчитано, что нижний защитный слой 4 сантиметра Верхний 2,5 сантиметра Стандартные змейки здесь не подойдут Потому что они до 150 Здесь ручной такой загиб Вот первая метка Это 26 сантиметров Загибаем Ширина ячейки 20 сантиметров И 26 это по 3 сантиметра Чтобы на 2 арматуры попадала лапка Вторая метка 22 сантиметра Это высота каркаса будет 22 сантиметра Это чтобы защитный слой 2,5 сантиметра Оставался без арматуры Ширина также 26 этой полки Это также, чтобы на верхнюю полку Опирались 2 арматуры 26 сантиметров Здесь 20 По 3 сантиметра упор Только загнуть компания берет за работу 25 тысяч рублей Каркас закончили вязать Отбиваем высоты последние Завязали здесь по периметру Усиливающий каркас еще Шагом 20 сантиметров По всему периметру У нас идет для прочности фундамента По периметру На данный момент у нас перепад От земли плиты на 1 сантиметр Ставим такие маячки Понивелировать Отмечаем высоты Потом будем натягивать шнурку По всему периметру Какие у нас тут замечания Перед заливкой по бетону Первый момент Вот эти кусочки арматуры выпуска Они не должны доходить до опалубки 2,5 сантиметра Периметру это все нужно пройти И подрезать Чтобы защитный слой Он соответствовал Второй момент Вот шнурка высота отбита Идет И вот здесь арматура подходит под шнурку О чем это говорит? Либо каркас пэшки Не были подвязаны Но правильно Правильной высоты Либо там бугор Но этот бугор нужно исправлять Чтобы защитный слой Он был везде Вот в районе Не больше там 3,5-3 сантиметров Иначе каркас Он будет торчать Просто из бетона Вылезет И работать он не будет Вылезет Ну и по опалубке Ее нужно Раскреплять Сильнее Потому что вес большой Плита 30 сантиметров Может давануть И выбить это все Либо мы ее укрепляем Либо просто Сейчас привезем 30 тонн песка И сделаем еще обсыпку Вокруг опалубки Еще момент Одеть на 110 трубу 150 гильзы Чтобы был доступ Всегда гильзы К этой можно было бы заменить И отбить высоты Маячки поставить Шнурку Чтобы при заливке бетона Не было прогиба Не было ямы в плите Так Что мы делаем? По диагонали Натянули шнурку По высотам Избиваем Пластиковые колышки С 12 арматуры Под уровень Этой высоты Шнурки Также от середины Сейчас выставим Это так же Крест сделаем Ставим эти колышки Для чего они нам? Шнурка пластиковая Но она все равно Может дать Провис В середине Там 1-1,5 сантиметра Поэтому пластиковая арматура У нас работает Как маячок То есть когда будем Заливать бетон Будем равняться Как на шнурку Так и на эти Пластиковые маячки Чтобы не было Погиба в бетоне В середине Ленты Сразу сделали По периметру Отсыпку Вокруг сундамента И укрепили опалубку Таким путем И В последствии Нужно Отсыпку песка Делать Чтобы Сделать Отмостку Вокруг дома Пришел миксер Сейчас будем Уже заливать Ну вот Погнали Устираем Стягиваем Пройти Кровилу Вот и все Закрываем Пленку Фундамент И оставляем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...